Всем привет ребята, с вами снова я Снэкки и вы на канале Лего Вильд. Весь этот месяц мы решили собирать лего крейтер. Первый набор, который мы будем собирать сегодня. Так, давайте посмотрим на коробку. Мы купили этот набор на авито, а купили мы его потому что я очень хочу собрать вот это вот огнедышащего дракона или паука, ну или тролля с лекарной гитарой. Давайте посмотрим на коробку. Она в общем-то сделана из картона. На одной стороне коробки мы видим огнедышащего дракона и вот здесь вот две другие фигурки паука и тролля. Также написано то что этот троллей не существует. Номер этого набора 31073. Ну что ж, давайте перейдем к обратной стороне. На обратной стороне мы также видим все три фигурки, только крупнее. Этот набор лего вышел в серии мифические существа. Ну вы же сами понимаете, что троллей не существует. А пауки вот есть. В этом наборе 223 детали и продавался он с 2018 года по 2019. Давайте посмотрим что в этой загадочной коробке хранится. И мы здесь сразу видим три инструкции. То есть дракошка, паучка и тролля с волшебной гитарой. Также мы видим пакетик. Спасибо предыдущему хозяину, что сложил все пакетик. Ну что, кого будем собирать первого? А я вам скажу кого. Я разыграю на Эники-Беники. Эники-Беники ели вареники, будешь ты. Так странно, дракон первый. И первым мы будем собирать дракошку. После того, как я соберу все три фигурки, я выберу одну, которая мне больше всего понравилась. Мы собираем первую фигурку от идущей драконов. Паганай. Ну что, ребятки, я собрал набор. Давайте рассмотрим его поближе. Мне в дракончике понравились крылья и голова. Не знаю почему, но реально понравились. Во-первых, крылья можно вот так вот сдвинуть. Наверное. Ну, как-то так они выглядят. И голову также можно приподнять. То есть дракон может управлять крыльями хоть как. То есть они крутятся, крутятся, крутятся и еще раз крутятся. То есть они могут быть в любом положении. Вот так, так. То же самое, что и с головой. Хвост тоже шевелится. Ноги тоже могут шевелиться. Что еще хочу сказать. Дракон огнедышащий. Прям у него из пасти вырывается огонь. И также пасть тоже двигается. Но особенно я бы хотел сказать про глаза. Посмотрите какие они изумрудные цвета. Просто изумруд. Чисто изумруд. Но дракон он немножко хрупкий. Мы их можем разобрать по частям. Вот, например, голова, крылья, ноги. Ноги, задние ноги и хвост. Ну, так же туловище. Все это можно тоже быстренько собрать. Вот так. Я бы разбирал. Теперь я бы хотел сказать, что мне не нравится. Надо было туловище сделать чуть толще. Ну, вот, крылья большие. Они подходят. Голова огроменная. Ну, вот, мне кажется, что надо было чуть больше деталей добавить туловищу. Потому что голова здесь вообще не вписывается. Потому что слишком большая. Если оценить этого дракона по десятибальной системе, я бы поставил твердую семерку. Ну, что ж, давайте перейдем к следующему мифическому существу. Это будет паук. 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 Погнали. Я собрал паука. Вот так он выглядит. Паук. 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 детали тут даже самые прикольные детали не используются мелкий тонк ну впрочем паук прикольный очень даже крутой он даже мне так кажется что он даже больше чуть больше дракона если оценивать эту фигуру по 10-балльной шкале я поставил восьмерочку почему поставил восьмерочку потому что прикольная мода туловище вообще класс ну что приходим к следующей мифической фигуре ну и выглядит она собственно вот это называется злобный тролль с топором электро ну что погнали я собрал последнюю нашу фигурку и так она выглядит это же лайк поэтому поставьте лайк если вам нравится этот тролль сам он идеальный просто очень много деталей осталось ну хотя бы меньше чем когда мы собирали паука ну и знаете что я бы хотел добавить этому троллю язычок с огромным если оценивать эту эту фигурку по 10-балльной шкале я бы выбрал 10 потому что вот здесь идеально все то есть голова хорошо подходит к туловищу топор идеальный лайкосик лайкосик короче все прикольно все шикарно все идеально я посмотрел на сайте него там есть еще одно мифическое животное у этого набора и это змея змея но по фотографии похоже на ящерицу ну и я еще буду я собрал четвертую фигурку но это оказался змея и не ящерица самом деле это азиатский дракон он прям вообще похож во первых длинный лапки мелкие и морда длинная посмотрите это даже на палку уже похоже на самлю и знаете что ребят больше всего нравится эта фигура эта фигурка мне нравится больше всего но одна проблемка дофига деталей осталось вы посмотрите это это даже больше когда я собирал паука правда и вот то чего мне нравится в азиатском драконе это и 1 хвост 2 тулыща 3 4 3 голова и я так и не понял это уши или рога напишите в комментариях как вы думаете ну и что мне здесь показалось странным хвост он во-первых длинный и во-вторых огненный это для меня было необычно вообще когда я собирал и дракон такой большой длинный длинный а лапки у него короткие то есть он даже я даже не знаю как они ходят ну как то так они вообще летают но как они были летали если у них нет крыльев я не понимаю но впрочем дракон вообще класс когда на тень смотришь вот так кажется то что это просто кости вот так смотришь и это кажется как будто бы кости животного видео подошло к концу и ставьте лайки подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик а также пишите комментарии под этим видео до встречи на следующей неделе с новым набором лего крейдер с вами был снеки и всем пока пока